Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Халкидики. Святая гора Афон. Одно из самых красивых и загадочных мест на Земле. Для православного человека это место святое. Афон с самого начала своего существования стал оплотом христианской веры и сакральным центром всего православного мира. Испокон веков тысячи православных желали посетить это место и хоть ненадолго приобщиться к жизни афонских монахов и святости этих мест. В I веке промыслительное явление определило судьбу и будущую историю Афонского полуострова. Его посетила Пресвятая Богородица. Судно, на котором она отправилась вместе со святым апостолом Иоанном Богословом на остров Кипр, по приглашению кипрского епископа Лазаря Четверодневного, бурей было отнесено к Афону. Как только корабль приблизился к берегу, языческие храмы рухнули. Все, видевшие это чудо, мгновенно убировали и покрестились в христианскую веру. А сам Афон с тех пор стал земным уделом Богоматери. Упоминание о первых иноках, подвижниках Афона, относится к IV веку. В VII веке, после мусульманского нашествия в Византийской области, Сирию, Палестину и Египет, уже многие отшельники и монахи перебрались на Афон. Византийский император Константин IV Паганат отдал полуостров в полное распоряжение монахов, и здесь начали возникать небольшие монастыри. В X веке на тот же берег чудесно, по водам, приплыла чудотворная икона Вратарница, и по воле Богоматери установлены над вратами Иверского монастыря. Считается, что когда она покинет Святую Гору, монахи могут расходиться, куда будет на то Божие благословение. В 960 году на Афоне поселился преподобный Афанасий, который считается основоположником всего уклада монашеской жизни, принятого на Святой Горе. Святым Афанасием Афонским в 963 году был основан первый крупный монастырь, известный ныне как Великая Лавра. А всего через полвека после нее, в 1016 году, появился первый русский монастырь к Силургу. В 13-14 веках Афон не раз подвергался нападениям латинян. Его захватывали и грабили рыцари 4-го крестового похода и католики-каталонцы. После падения Константинополя в 1453 году Афон переходит под власть турок и только в начале 20 века входит в состав Греции, которая в 1926 году признала за Афоном статус Геократической Республики. В настоящее время на Афоне находятся 20 крупных монастырей. Среди них один русский, один болгарский, один сербский, а остальные греческие. Возведение 21-го монастыря запрещено согласно уставу Святой Горы. Субтитры создавал DimaTorzok Постороннему на Афон когда-то попасть было невозможно. Сегодня не намного проще. Женщинам на Афон доступ категорически воспрещен, дабы не нарушать монашеского уклада. Говорят, что здесь нет даже животных женского пола. Существующие правила посещения Святой Горы основаны еще на золотой буле императора Константина IX Мономаха, которые лишь немного изменились за прошедшее тысячелетие. Говорят, что Афон принимает не всех. Поначалу мы думали, что это и наш случай. На Игейском море ушевал шторм. И в этот день мы были единственными, кто решился пристать к пристани Дафна. Именно с Дафны начинают свой путь практически все паломники. Под пеленой непроглядного тумана начинают прослеживаться административные здания Центра Монашеской Республики. Нас встречает глава священного кинода Стефанос Хелиндарикас, который неплохо говорит по-русски. Разговор все о том же, что и 500 лет назад, о православии, вере и служении Господу Богу. Законодательная власть на Афоне принадлежит священному собранию, которое состоит из 20 настоятелей монастырей, а административными делами занимается священный кинод. После обмена небольшими презентами мы направляемся в Свято-Андреевский скид. Известная история сего места начинается с прибытием сюда в середине 17 века святого Афанасия Патилария. Святитель Афанасий III, патриарх Константинопольский, рано удалился с патриаршего престола и построил на этом месте келью с храмом в честь святого Антония. 9 лет святитель Афанасий прожил в Молдове, отдавая свои силы на благоустройство Молдавской Церкви. На современное народное наречие им был переведен псалтырь, а в городе Галац он начал строительство Никольского монастыря, надеясь найти там желанный покой. Однако окончить свой земной путь ему было суждено в России, в Лубенском Преображенском монастыре в 1654 году. С тех пор он известен как святой Афанасий Лубенский Сидящий, патриарх Константинопольский. В 1841 году келью приобрели двое русских монахов – старцы Виссарион и Варсонофий. И в 1849 году она была преобразована в общежительный скит. В центре новосозданного скита был воздвигнут Величественный Собор в честь святого Андрея Первозванного по проекту петербургского архитектора Щупурова и освящен 16 июня 1900 года. Интерьер собора, иконостас, иконы в напольных киотах исполнены лучшими русскими мастерами XIX века. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь, в драгоценном ларце, хранится чудесно благоухающая лобная кость апостола Андрея Первозванного, а также множество других православных святынь. Рядом с собором святого Андрея Первозванного находится место погребения первого настоятеля свято-андреевского скита иеромонаха Виссариона. Дальше наш путь лежит в греческий монастырь Ватапет, второй в иерархии афонских монастырей и, пожалуй, один из самых богатых и древнейших на Святой Горе. По монастырскому преданию Ватапет был основан в первой половине IV века римским императором Константином Великим, но позже он был разрушен Юлианом Отступником. Император Феодосий I Великий восстановил монастырь. В 862 году обитель подвергается многократным нападениям арабов. В X веке Ватапет был воссоздан по благословению преподобного Афанасия Афонского тремя братьями из Адрианополя Афанасием, Николаем и Антонием. Значительную поддержку монастырю в разные времена оказывали императоры династий камнинов, палеологов, а также правители Молдовы. Благодаря этому Ватапет остался одним из ведущих культурных центров Афона. Афонская церковная школа во многом существовала за счет средств ватапетских монахов. Здесь учились и учили многие выдающиеся деятели православной культуры, среди которых был Максим Грек, сыгравший значительную роль в истории русской православной церкви. В пещере недалеко от Ватапетского монастыря часть своей жизни в молитвах провел преподобный Антоний, впоследствии ставший одним из основателей Киево-Печерской лавры. Выдержав испытания многочисленных набегов, монастырь смог отстроиться лишь в конце XVIII века. Это стало возможным благодаря пожертвованиям константинопольского патриарха Киприяна и Александрийского Герасима. Все монастырские строения в плане образуют многоугольник и носят чисто фортификационный характер. Расположены они вокруг огромного мощеного плитами двора. Перед входом в собор монастыря на его фасаде фиал водосвятия и часы с арапом. Время здесь, как и на всем Афоне, имеет другой ход. Сутки определяются по византийским часам, которые меняются в зависимости от времени года, так что ноль часов приходится на закат солнца. Полные сутки разделяются на три восьмичасья, каждая из которых отводится молитве, работе и отдыху. Собор монастыря. Здание X века. Звонница. XV века. Более 500 лет здесь возвышается башня, построенная на средства молдавского господаря Штефана Великого. Сейчас там находится монастырская библиотека, в которой собрано около двух тысяч рукописных изданий, многие из которых относятся еще к X-XI векам. Число печатных книг превышает 25 тысяч, среди которых книга Иова XII-XIII веков, псалты, изданные в 1088 году. Внутреннее убранство собора поражает. Нынешний деревянный иконостас был создан в 1788 году. Уникальные росписи на стенах, многие из которых сохранились еще с XIV века. Поцелуи Иуды, страсти Христовы, тайной вечери, росписи, которые относятся к 1312 году. Храм сохранил также ряд значительных мозаик византийской эпохи XI века. Среди этих фресок сцены Благовещения Богородицы, моления. В соборе до сих пор очень хорошо сохранился мраморный настил пола, который относится еще к византийской эпохе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одна из самых почитаемых икон, которая хранится в Святом Алтаре Собора Нинии Феодоры. Диптих или части иконы составляет части Животворящего Древа Креста Господня и реликвии ряда святых. Всего в Атапеде хранится шесть чудотворных икон. Одна из них, Богородица Первого Летиса, охраняет вход в монастырь. С другой, Богородица Антифонитрия, связано следующее предание. В начале V века Плакидия, дочь византийского императора Феодосия, пожелала посетить Святую Гору и в особенности монастырь Ватапед, построенный на средства ее отца. Как только Плакидия приблизилась ко входу в храм, она услышала голос Богородицы, исходившей от иконы в стеной ниши. Голос приказал Плакидии удалиться, если она считает себя добродетельной христианкой и не хочет вводить в искушение монахов. Потрясенная царевна удалилась. С тех пор монахи чтят эту икону как чудотворную и оберегающую. С левой стороны при входе в храм хранится другая чудотворная икона, которую монахи называют кровоточащей иконой Богоматери из Фагмени. Один из дьяконов разозлился на то, что всяческие молитвы к Богоматери не дали ему испить вина. И он воткнул в икону нож, и из нее чудесным образом проистекла кровь. От этого он страдал до конца своих дней, а рука, которой он ударил ножом икону, отсохла. До сих пор на лике иконы есть кровь. Рука дьякона лежит перед иконой как напоминание о совершенном чуде. Икону мы смогли увидеть лишь при свете фонаря. В часовне монастыря хранится чудотворная икона Богоматери Провозвестительницы. Она предвозвестила нападение пиратов в то время, когда игумен монастыря молился в нем и таким образом защитила монастырь. Еще две чудотворные иконы также находятся в Отопецком монастыре. С благословения игумена монастыря нам разрешили приложиться к мощам святых. В драгоценных ларцах хранятся лобная кость святого Евдокимия, часть руки святого Пантелеймона и честная глава святого Иоанна Златоуста, у которого левое ухо не истлело. Драгоценный крест с реликвиями многих святых, в правой стороне которого хранится волос Иисуса Христа, а в левой стороне часть животворящего древа Христа Господня. Одна из высокочтимых святынь монастыря — пояс, сделанный руками Пресвятой Богородицы, брошенный ею апостолу Хоме при ее вознесении. Первоначально пояс находился во Влахернском монастыре Константинополя, затем в храме Святой Софии, откуда его взял сербский король Лазар I и подарил Ватопетскому монастырю. Здесь, в монастыре, множество бесценных произведений искусства. Полихромная чаша из яшмы дар Мануила Палеолога, крест императора Константина — все здесь имеет огромную цену святости для верующих. В открытом монастырском музее хранятся оригиналы средневековых молдавских грамот. Барельеф, на котором изображен Штефан Великий с моделью храма в руках, так изображали ктиторов монастыря. Вышитая эпитафия — дар господаря Молдовы Василия Лупу. Трапезная монастыря. За последнюю тысячу лет рацион мало изменился. Рыба, овощи, оливки, вино и маслины. Обязательная молитва. Вкусив не только плотской пищи, но и духовной отправляемся в Болгарский монастырь-Заград. По дороге нашему взору открываются величественные картины монастырей Афонского полуострова. Т styling равен летит ice величестве мер летит величество Т и từ как . Субтитры подогнал «Симон» 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 Молдову с заграфом связывает многое. После значительных разрушений, причиненных пиратами с острова Родос, Штефан, молдавский господарь, смог отстроить многие монастырские постройки заново. Этому монастырю он подарил и ряд земель в Молдове. Интересен тот факт, что до 1917 года Киприянский монастырь в Молдове был собственностью монастыря Заграф. Для того, чтобы восстановить монастырь, Штефан даже прервал строительство своей будущей усыпальницы – монастыря Путна. Заграф стоит на горе и не виден с берега. Чтобы добраться до него, нужно идти около часа от пристани. Монастырь основан в начале X века тремя братьями царского рода – из Ахриды Болгарской – Ароном, Иоанном и Моисеем. Они ожидали знака от Господа, чтобы узнать, какому святому посвятить монастырь. На доске, подготовленной для иконописи и стоявшей в притворе храма, утром сам собой появился образ святого великомученика Георгия. В то же время в Фануиловом монастыре в Каппадокии древняя икона великомученика превратилась в пустую доску. Настоятелю Фануилова монастыря во сне явился святой Георгий и поведал, что уходит на гору Афон кинокам, обращающим к нему свои молитвы. Узнав о появлении иконы, насельники и гости Афона пришли поклониться образу. Один вельможа решил проверить свежесть краски и прикоснулся пальцем к лику святого Георгия. Палец тут же прилип, и его никак не могли оторвать. Пришлось отрезать кусок пальца, который до сегодня остается на чудотворном образе святого Георгия. Так был основан монастырь Заграб в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Латинянами во времена церковной унии монастырь был разрушен практически до основания. Здесь приняли мученическую смерть 26 монахов, брошенных в огонь посланниками императора. На месте пожарища нетленную сохранилась икона-предвозвестница, а через год во время панихиды на пепелище опустились с неба 26 лучей. В 1873 году в память об этих событиях во дворе монастыря был сооружен этот кинотаг. Надпись на нем гласит о том, что эти непреклонные аскеты, верные православным традициям и самозабвенно выступавшие против церковной унии, были заживо сожжены в монастырской башне 10 октября 1276 года. Это святое место очень почитаемо здешними монахами. Нынешний игумен Заграфа, отец Амвросий, ведет нас по скрипучим ступеням башни, которой более 500 лет. Электричества здесь нет, но при свете фонарика можно разглядеть мраморные мемориальные доски, которые вот уже много веков свидетельствуют о том, что именно Штефан и сын его Богдан построили эту башню. Но это лишь начало наших Заграфских открытий. В самом монастыре образы молдавского господаря окружают нас повсюду. Заграфские открытия Заграфские открытия Входим в монастырский собор святого Георгия. Игумен Амвросий говорит, что эти резные деревянные двери были сделаны и ромонахом Иеронимом еще в 1834 году. При входе в монастырь на фресках изображение святого Георгия. С левой стороны болгарского царя Асиня и в ряд несколько господарей Молдовы. Наиболее почитаемые в монастыре две реликвии переносны иконы святого Георгия. Одна из них считается нерукотворной. Она относится ко времени первых птиторов монастыря. Со второй иконой связана следующая история. Инок монастыря в Атопе увидели недалеко от пристани большую икону, плывущую по волнам. Сели в лодку, но выловить ее не смогли. Икона подплыла к берегу, где стояли заграфские монахи. И они без труда выловили ее. Для решения спора, кому, заграфу или в Атопеду, принадлежит икона, по совету мудрого старца из Иверона, икону положили на спину молодого осла, только что привезенного на Афон. Осла оставили гулять по воле Божией. Через три дня он был найден на холме у монастыря Заграф. Икона осталась в Заграфе. Другая чудотворная икона была подарена Штефану в 1495 году. О всех ее чудесах монахи не знают. Однако отец Вениамин поведал нам о том, что Штефан, молдавский воевода, молился перед этой иконой, как перед чудотворной. С этой чудотворной иконой связана легенда о битве при подулынал. Не выдержав напора врагов, Штефан решил спастись в крепости. Но его мать не отперла ему крепостных ворот. Она сказала, не открою тебе врата, пока не победишь, турок. Если ты на поле не устоишь, то и крепостные стены тебе не помогут. Той же ночью Штефану было видение. К нему явился святой Георгий и велел без страха идти на врагов христианства. Эту икону молдавское войско должно было нести впереди. Святой Георгий приказал Штефану после победы восстановить Заграф и отправить туда эту самую икону. Молдавское войско победило турок. С верным сановником Штефан направил икону святого Георгия в Заграф и велел обновить обитель от основания. Штефана здесь помнят. Вот только о связях с Афоном совсем забыли у нас в Молдове. При входе в собор святого Георгия рядом с изображением Штефана надпись «Штефан – господарь земли молдавской, птитор добровецкий и каприянский, обновитель сия обители». Игумен Авросий дал нам благословение приложиться к святым мощам, хранящимся в монастыре. Субтитры создавал DimaTorzok «Святая Матруна Хьюзка называлась святая, которая жила в 15 веке на острове Хьюз. Она была преподобная и большая постница. Она проводила всю свою жизнь во пост и молитвах. Когда примерно дошли барбаров, которые напали на неубитие, один из них, который хотел совершать насилие над одной из монахин, упал мертв. И она жалила над него, проявила милость к врагам своим, как сказано в Евангелии. И она помолилась о Богу, и он воскреснул. Но и след ее смерти, след ее успение, много челюстей совершались, много расслаблений исправлялись. И сейчас наш монастырь это единственное место в весь мир, где находится Муштая Святая Матруна Хьюзка». Честная глава Марии Магдалены. Мощи святого Стефана. Остатки крови великомученика Георгия. Частицы Животворящего Христа Господня. Святые Мощи находятся в убитых данного монастыря. Это как сам Святой, который принадлежит этой мощи, покровитель этого монастыря. И это наша радость, чтобы только много мощей в нашей Святой Битве храняться, потому что, когда мы молимся, это наша духовная связь со святыми святыми. Мощи находятся здесь, но души их в Царстве Небесном находятся. И они сильны, чтобы спросить нам, и помогать нам. Это смысл их почитания Муштей, потому что во Втяге присутствует благодать Божия, а не освящение от благодать Божия. А это монастырская библиотека. Кроме нас, здесь точно еще не снимал никто. Доступ сюда строго ограничен. Игумен монастыря Амвросий благословил нас на съемки, и вслед за ним, вместе с 80-летним старцем, мы попадаем в библиотеку монастыря. В этой библиотеке уже более 40 лет старец является хранителем несметных богатств. Рукописи X-XI веков Тысяча раннепечатных книг. Среди этих бесценных творений четвероевангелие, подаренное монастырю Штефаном Великим. Северский Ивангелие, 16 веков. 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 Спускаемся в Ризницу, где пуще зениц и ока монахи хранят одну из главных реликвий, связанных с именем Штефана, его боевое знамя, которое здесь называют иконой. Субтитры создавал DimaTorzok Заграфскому монастырю два стяга, один из которых во время Первой мировой войны пропал из монастыря. Сейчас он хранится в Бухаресте, в Музее истории Румынии. О том, насколько монахи переживали утрату знамени, говорит хотя бы то, что его очень невыразительная серая копия продолжала все эти годы висеть на старом месте. Венец нашей миссии – дарение знамени Штефана Великого. Копию знамени, выполненную современными молдавскими мастерами, принял игумен монастыря Заграф Амвросий и епископ Адрианопольский Евлогий. Субтитры создавал DimaTorzok в памяти цитала Закомыченко Георгия Поблионосца. Молились не только о нас, не только о братьях Святовой горе, но и о всем православным народам. И вчера на трапезе я сказал, что у нас должна быть православно верна первая очередь и что она объединяется стран Балканах. Так что вчера ма ималили си в Молдовском народе и вашим президенте, ваши правители и конечните, которые здесь са сегодня с нами. Дай Бог вашему президенту и вашему народу твердия и успешния шаги по Ти Объединено Европе. За славу Святого Православия! Радост приемаме подарка, който от дългих годин знаем, че е исчезнал Кам'ярск. С дешево с большой радости принимаем этот лик Святого Георгию. В Манастире есть описание, где говорится, что Святой Георгий сказал Стефану, что икона должна быть в Заградском монастыре. Монастырь хранит документы, которые указаны в этих дарениях, которые Молдавский Волода сделал в монастыре. И мы надеемся, что когда сооружится музей и монастыря, тогда все это будет показано. Знамя Молдавского Господаря вернулось на свое законное место. Посетив монастырь Заград, мы смогли прикоснуться не только к его истории, но и к истории нашей страны. Именно здесь история взаимоотношений Молдовы и Афона становится особенно явной. В завершении нашей встречи иегумен Авросий угостил нас монастырским вином. Молдавского Господаря К сожалению, наше пребывание на святой горе Афон подошло к концу. Находясь здесь, кажется, что находишься во владении вечности. Ощущение вечности и святости вот что наполняет эти места. Ощущение вечности и святости вечности и святости. Ощущение 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 вечности и святости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok